Время долгожданной встречи 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 В конституции нашей страны Она была принята в 1787 году Через 11 лет после декларации независимости Так вот в конституции Нет и намека на словосочетание Contempt of Congress Но уже вскоре после ратификации конституции Депутаты конгресса решили Привлекать к ответственности Каждого, кто проявляет Неуважение к законодательной власти Примером послужили англичане Но англичане нам во многом Служили примером Британский парламент наказывает Тех, кто проявляет неуважение Но мы будем говорить о том, что происходит В нашей стране, а не в далекой Британии Итак Первым в истории, кому пришлось Платить штраф за неуважение Конгресса, был бизнесмен Роберт Это случилось давным-давно В 1795 году Мистер Рэндалл попытался дать взятку Конгрессмену из Южной Калифорнии Уильяму Смиту Попытка провалилась И Рэндалл поплатился Это 1795 год Через пять лет В 1800-м Конгресс признал виновным Журналиста Уильяма Дюанне Пятью годами ранее, в 95-м Дюанне основал в Филадельфии Газету The Aurora Эта газета Из номера в номер критиковала Политиков-федералистов В их числе первого президента Джорджа Вашингтона И Джона Адамса Пришедшего в 1797 году На смену Вашингтону В частности, газета Аврора Называла президента Вашингтона Британским агентом Что было, то было В 1798 году Большинство мандатов в Конгрессе Принадлежало однопартийцам Адамса И они приняли по его настоянию Два закона Законы об иностранцах И подстрекательстве к мятежу Alien and Sedition Act Дионе был канадцем То есть иностранцем А его газета Критиковала правительство Федералистов А это считали федералисты Призыв к мятежу Вот его и осудили в 1800 году Но Вскоре президентом стал Противник федералистов Томас Джефферсон Дионе был амнистирован Принятые при этом все законы Были отменены В 1812 году За неуважение Конгресса Заплатил штраф Журналист Натанель Раунсвелл Этот журналист Опубликовал в своей газете Секретную информацию О войне с Англией Но мы с вами знаем Что в 1812 году Началась война Соединенных Штатах с Англией Она продолжалась два года Но вошла в историю Как война 1812 года Итак Журналист Раунсвелл Заплатил штраф 1821 год Верховный суд Поддержал право Конгресса Заключать в тюрьму каждого Кто проявлял неуважение К законодательной власти А в 1857 Конгресс принял закон Согласно которому Неуважение Конгресса Представляет собой Уголовное преступление Против Соединенных Штатов Америки И этот закон Действителен до сих пор Закон позволяет Арестовать виновного И отправить за решетку В то время Когда был принят закон В распоряжении Конгресса Была своя в подвале Капитолия Тюрьма Капитал Джейл Дамы и господа Если кто-то из вас был На экскурсии В Капитолии Если кому-то из вас Пришла в голову мысль Покажите нам Пожалуйста Тюрьму Капитал Джейл Вам не покажут Она находится В бейсмене В глубоком подвале Дверь закрыта Не дверь такая решеточка Туда не пускают Во время гражданской войны Это 60-е годы 19 века В этой тюрьме содержали Шпионов конфедератов А также офицеров конфедератов Для обмена На оказавшихся в плену Офицеров северян Когда эту тюрьму закрыли Это было достаточно давно Еще в 19 веке Виновных в неуважении Конгресса Продолжали арестовывать Заключать под стражу И отправлять в другие тюрьмы И вот с такой практикой Было покончено В 1935 году В 1935 году Точнее почти покончено С тех пор дважды признанные Палаты представители Виновными оказались в тюрьме В 1935 году Дважды Дважды Виновные оказались в тюрьме Рассмотрим первый пример 1947 год 10 детелей Голливуда Это продюсеры Режиссеры Сценаристы Они отказались Отвечать на вопросы В подкомитете Палаты представителей По антиамериканской деятельности Этот подкомитет Рассматривал Влияние коммунистов В киноиндустрии Все 10 Знаменитая голливудская Десятка Голливудтен Все были признаны Виновными В неуважении Конгресса Это в 1947 году Их признали Виновными А в 1948 Федеральный суд Приговорил их К тюремному заключению Кого-то Шесть месяцев Кто-то Отсидел Год И вот С той поры С 1848 С 1948 Года Я прошу Просили Был лишь Один случай Я о нем Через две минуты Расскажу Был лишь Один случай Когда признанные Виновными В неуважении Конгресса Расплачивались За это Хотя Возможное Наказание Тюрьма Сроком До года И штраф До 100 Тысяч Долларов Остается В силе По сей день В большинстве Случаев Дела Ограничивались Осуждением В каком-либо Комитете Палаты Представителей И не выносились На голосование Полного состава Палаты Повторю еще раз Сначала Должна осудить Какой-то Комитет Палаты Представителей Потом Может осудить Полный состав Палаты Представителей После этого Дело Передается В суд И там Суд уже Решает Ок Так вот Среди тех Кого тот Или иной Комитет Палаты Представителей Признал Виновными В неуважении Конгресса Были весьма Известные Личности Повторяю Только комитеты Их признавали В неуважении Вот некоторые Дамы и господа Государственные Секретарь Республиканин Генри Кис Республиканин Джеймс О Заменит Виновным Полный состав Палаты Представителей Подчеркну еще раз Были Министры Которых Признавали Виновными Комитеты Палаты Представителей А вот Эрик Холдер Стал Первым В истории Министром И до сих пор Единствен Которого Признал Виновным И полный Состав Палаты Представителей В дело Холдера вмешался Барак Обама И президент воспользовался Привилегией Исполнительной власти Не предоставлять информацию Законодательной власти И судам Такая привилегия Имеет Конституционную основу Привилегия Исполнительной власти Позволяет В частности Не передавать Огласки Документы Находящиеся В ведении Исполнительной власти Нам это Следует знать Потому что Трамп не передает Какие-то документы Он Имеет На это Право Итак Холдер Был признан Виновным В неуважении Конгресса Сначала Комитетом Палаты Представителей По надзору И правительственным Реформам Затем Полным составом Палаты Представителей Где большинство Принвижало Республиканцам Холдер Отказался Представить Документы О затеянной В октябре 2009 Года Тайной Операции Которая Проводилась Федеральным Бюро По контролю Над спиртными Напитками Табачными Изделиями Огнестрельным Оружием И взрывчатыми Веществами Бюро Это бюро Назвало Операцию Fast and Furious Ну так назывался Популярный фильм Перевод этого фильма На русский язык Форсаж Поэтому мы эту операцию С вами называем Форсаж Операция Позволяла Нелегальным Иммигрантам Нелегальным Иммигрантам Покупать Легально В штате Аризона Оружие Которое Покупатели Переправляли В Мексику Оружие Не сомневались Авторы проекта Окажутся В руках Наркодельцов И таким образом Удастся Изловить Главарей Наркокартелей Было продано Около Двух тысяч Различных Видов оружия Около Двух тысяч Проданное оружие Сотрудники Бюро Обычно На местах Кровавых Столкновений По обе стороны Американо-мексиканской Границы И 11 декабря 2011 Года На нашей памяти Сравнительно Недавно Мексиканские Бандиты Убили В перестрелке Американского Пограничника Брайана Терри И на месте Преступления Было найдено Оружие Которое Оказалось В руках Преступников С благословения Администрации Президента Обамы Некоторые Сотрудники Бюро Всегда Возмущались Решением Правительства Продавать Легально Оружие Нелегалам Возмущался Кстати И тогдашний Министр Юстиции Мексики Умберто Бенитес После убийства Пограничника Брайана Терри Сведения О тайной Операции Проникли В средства Массовой Информации И в июне 2012 Года Находившаяся Под контролем Республиканцев Палата Представителей Призвала К ответу Министра Юстиции Холдера И потребовала Предоставить Документы Об операции Форсас Холдер Холдер Отказался И стал Повторю Еще раз Первым В истории Министром Обвиненным Полным Составом Палаты Представителей В неуважении Конгресса Естественно Республиканцы Голосовали За Признать Виновным Демократы Голосовали Против Но Республиканцев Было больше В палате Представителей Обама Объявил Привилегия Исполнительной Власти Позволяет Министру Юстиции Не выполнять Решения Конгресса Противостояние Исполнительной И законозательной Власти В деле Холдера Продолжалось Много лет И завершилось Но буквально На днях 8 мая Совсем Недавно В этот день Палата Представителей Она ныне Находится Под контролем Демократов И Министерство Юстиции Объявили О достигнутом Соглашении Поставить В деле Холдера Точку Условия Соглашения Оглашены Не были По случайному Это я полагаю Что по случайному Совпадению В тот же Самый день 8 мая Юридический Комитет Палаты Представителей Преждал Министра Юстиции Барр Барр Ни на Иоту Ни на Иоту Не нарушил Закона Он руководствовался Законом Который Запрещает Придавать Огласки Материалы Заседаний Большого Жюри Барр Предложил Руководителям Нескольких Комитетов Палаты Представителей Познакомиться За закрытыми Дверями С полным Текстом Отчета Мюлера Господин Надлер Руководитель Юридического Комитета И его коллеги Отдопартицы Отклонили Предложение Министра Юстиции Но когда Президент Трамп Поставил Конгресс В известность Что во-первых Не позволит Сотрудникам Исполнительной Власти Давать Показания В комитетах И подкомитетах Палаты Представителей И во-вторых Объявил Что не предоставит Документы Которые требуют Руководители Этих комитетов И подкомитетов Демократы Объявили О Конституционном Кризисе Конституционный Кризис И тут же Журналисты Верноподданных Демократам Средств Массовой Информации Заговорили Как по команде О Конституционном Кризисе Дамы и господа В Конституции Нет даже Намека На право Законодательной Власти Заниматься Расследованием Исполнительной Власти В Конституции Ничего не говорится И о правах Президента Скрывать Какие-либо Документы От Конгресса Однако Различные Решения Верховного Суда Указывают Во-первых Конгресс Должен Иметь Возможность Получать Информацию О деятельности Исполнительной Власти И во-вторых Исполнительная Власть Не может Нормально Функционировать Если у нее Нет возможности Держать Секрете Информацию О совещаниях Президента Со своими Помощниками Когда Белый дом И Конгресс Находятся Как ныне В оппозиции Друг к другу Ныне Конгресс Палата Представителей Точнее И Белый дом То те И другие Каждый Из них Толкуют Решение Верховного Суда Каждый В свою Пользу Конгресс Говорит Палата Представителей Вы обязаны Предоставить Документы Белый дом Говорит Никаких Обязательств У нас По этому Поводу Нет Дамы Господа Есть Одно Решение Высшей Судебной Инстанции Верховного Суда Которое Не поддается Двоякому Толкованию В 1961 В 1961 Верховный суд Рассматривал Иск Фрэнка Уилкинсона В то время Он был Начальником Жилищного управления Города Лос-Анджелеса Иск Уилкинсона К правительству Соединенных Штатов Верховный суд Рассматривал Это дело В 1961 До этого Дважды Уилкинсон Дважды В 1956 И в 1958 Он Дважды Был вызван На слушание Под комитет Палаты Представителей По расследованию Антиамериканской Дельности И он Дважды Отказывался От отвечать На вопрос Состоит Ли В коммунистической Партии Палата Представителей Признала Уилкинсона Виновным В неуважении Конгресса Признала Единогласно 435 Депутатов И демократы И республиканцы Признали Уилкинсона Виновным В неуважении Конгресса Уилкинсон Оспорил Решение Конгресса В суде Дело Пошло Гулять По судебным Инстанциям И дошло В 1961 Году До высшей Судебной Инстанции Высшие Судьи Оставили Приговор В силе Пятью Голосами Уилкинсон На ковер На ковер Какую законодательную Цель Преследует Вызов Юридический Комитет Палаты Представителей Специального Прокурора Мюера Еще вопрос Какую законодательную Цель Преследуют Вызовы На слушание В различные Комитеты Палаты Представителей Два ли не сотни Нынешних И бывших Сотрудников Администрации Трампа Все чем Занимается Палат Представителей Вызывая На ковер Того или иного Бывшего или нынешнего Сотрудника Трампа Не имеет Не имеет Никакой Обоснованной Законодательной Цели Трамп Вот что сказал По этому поводу Объясняя Нежелание Сотрудничать С Конгрессом Мы противостоим Всем этим Повесткам Их Расслают Небеспристрастные Люди Демократы Рассылают Их С одной целью Победить В 2020 Году Вот как Прокомментировал Заявление Трампа В беседе С Нью-Йорк Таймс Профессор Истории Университета Северной Каролины Уильям Маршал Он сказал О заявлении Трампа Ничего подобного В истории Не было Действительно Дамы и господа Ничего подобного Не было В истории Никогда Президент Не разрешал Всем своим сотрудникам Выступать На показания В Конгрессе Профессор Прав Действительно В истории Не бывало Чтобы президенты Наотрез отказывались Сотрудничать Со всеми Расследованиями Которые Проводит Конгресс Но в истории Так же Не бывало Чтобы Одна из Палат Конгресса Посвятила Всю свою Деятельность Исключительно Войне С президентом Дамы и господа То То чему мы Все сегодня С вами Являемся Свидетелями Действительно Происходит Впервые В истории Я не берусь Гадать Сколько сотрудников Администрации Трампа Будут признаны Виновными В неуважении Конгресса Министр Юстиции Бар Первый Вряд ли Последний Возглавляемый Надлером Комитет Призвал Его виновным С одной Единственной Целью Убедить Всех Ненавистников Трампа Шагать Сплоченными Колоннами К избирательным Участкам В ноябре 2020 Года Надлер Прекрасно Понимает Признанных Виновными В неуважении Конгресса Не ждет Никакое Наказание На этом Дамы и господа Я ставлю точку В монологе Будет небольшой Перерыв на рекламу Не покидайте Нашу волну Я вернусь К вам Через Несколько Минут Мы Возвращаемся В программу Алексея Орлова Моя Америка И в этом сегменте Как всегда Алексей любезно Согласился Принять ваши Звонки Ваши вопросы Номер телефона В студии 847 400 5200 И у нас уже Есть первый Звонок Добрый день Говорите Пожалуйста Алло Добрый день Добрый день Скажите Пожалуйста Как ваше мнение Какие могут быть Последствия После того Как Трамп Сегодня Отказался Обсуждать Проблемы Инфраструктуры С демократами Спасибо С демократами Ты в следующие Четыре года Ничего не будет Значит Цель этих людей Я имею ввиду Демократическую партию Во всяком случае Это цель Сегодня Никакого Сотрудничества С президентом Для того Чтобы Их база База Демократической партии На выборах В 2020 Году Демократы Беспрекословно Поддерживали Кандидата Демократической партии Они совершают Ошибку На мой взгляд И вот почему Чтобы победить На выборах На любых Президентских В палату Представителей В сенат В местных Мало поддержки Только Однопартийцев Если Демократов Поддержат Исключительно Демократы Но не поддержат Большинство Независимых Избирателей Они проиграют Выборы Поэтому Нынешняя ситуация Она рассчитана Исключительно Только на Однопартийцев На базу Демократической Партии Для меня Совершенно понятно Ни о каком Сотрудничестве Да Трамп Понимает Ни о каком Сотрудничестве Сегодня речи Быть не может Если Если Пелоси Начинает Встречу с Трампом С того Что говорит Вы от нас Что-то скрываете Ковер-ап Это Приветствие Президента Как может Презид Да любой Любой начальник Вы входите В кабинет Начальника И говорите А вы от нас Скрываете То-то и то-то И то-то О каком Сотрудничестве Можете тереть Нынешнее Противостояние Будет продолжаться Как минимум До 2020 года Мне трудно Представить Чтобы Демократы Отказались От Обсуждения Сотрудников Трампа Совершенно понятно Что сотрудники Трампа Не будут Приходить На ковер Каждый По вызову Это будет Продолжаться До ноября 2020 года Как минимум Спасибо Алексей Принимаем Следующий Звонок Добрый день Вы в эфире Добрый день Скажите пожалуйста Вы ничего не слышали А Вызов Конгресс Оформикан Нейрохирурга Детского Который В правительстве Трампа Я где-то Прочитал Что Вроде Он Вчера Уже был В конгрессе Вчера был В палате Представителей Обсуждался Вопрос О Он Министр Министр Жилищного Строительства Там знаете Там что было Интересно Ну совершенно Они уже Совершенно Я прошу прощения Если среди Министр Лучшие Демократы Но ваши Однопартийцы Совершенно Уже Озверели Выступает Женщина И говорит На каком Основе Вы не Предоставляете Жилье Имеется ввиду Жилье По восьмой Программе Федеральные Федеральные Штаты Нелегальным Иммигрантам Закон Не позволяет Нелегальным Иммигрантам Она Укоряет Министра Жилищного Строительства В том Что не Предоставляется Жилье Из федеральной Казны Нелегальным Иммигрантам Это идет На обсуждение В палате Представителей Алло Да Нет Я просто Внимательно Слушаю Вопросы Ответы У нас Есть еще Один Звонок Давайте Примем Его Добрый 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 Я могу Говорить Алексей Очень благодарен За сегодняшнее Выступление Просто Я получил Удовольствие Я полностью С вами согласен Большой поклон К вам И уважение Еще маленькая Поправочка Туда Помимо Того Что Вы говорили Якобы Он не дал 2% Биллера Все это Бумаг Плюс К этому Еще было Что он Отказался Идти На Совещание Потому что Они собирались Туда Лайеров Своих Поставить Чтобы они Ему Задавали Вопросы Так Это Были Ну Вы знаете Это Было Ну На Другое Совещание Значит Ситуация Простая Дамы Господа Задавать Вопросы В комитетах Под комитетах Сенаты Палаты Представителей Должны Депутаты То есть Те Кого Избрал Народ Могут Ли быть Другие Варианты Могут Я приведу Пример Когда Было Обсуждение Кандидатуры Судьи Брэта Кована В Верховный Суд То Республиканцы Решили Пригласить Создавать Вопросы Конкретную Даму Специалиста По всяким Там Делам По-моему Она из Техаса Это решение Было Согласовано С Сенаторами Демократической Партии Согласовано Она стала Задавать Вопросы Республиканцев Не устраивало Как она Задает Они сами Стали Задавать Но это Было Согласовано Значит Ситуация В которой Вопросы Вызванному На ковер Задают Не конгрессмены И не сенаторы А юристы Работающие В их комитетах Стоять Вне зарплате Это совершенно Не слыхано У меня Есть ответ Почему Надлер Решил В частности Это сделать Я думаю Что Я предполагаю Я не утверждаю Что у большинства Конгрессменов Членов Юридического Комитета У них Нет Юридического Опыта Нет Юридического Опыта И они Не в состоянии Грамотно Сформулировать Вопросы Министра Юстиции Только Поэтому Я считаю Надлер Решил Позвать На помощь Своих Помощников Из комитета Палаты Представителей Юристов И Бар совершенно Справедливо Сказал Что он Не будет Отвечать На вопросы Помощников А будет Отвечать Только на Вопросы Депутатов Совершенно Справедливо Спасибо За ваши Ответы Плюс К тому Еще Что он Абсолютно Без проблем Согласился Пожалуйста Ваши Адвокаты Могут вам Написать Вопросы На карточках И вы Можете Их Задавать Но Задавать Мне Наводящие Вопросы От ваших Адвокатов Здесь Абсолютно Неуместно Так что Он конечно же Поступил Абсолютно Правильно Пока у нас Нет звонков Алексей Прошу Может у вас Есть еще Какие-то Ну вот Новости Сообщения Или Чем-то Хотите Поделиться С нашими Сегодня Главная Новость Это то Что позвонил Первый Радиослушатель Новость Связанная С тем Что Пелоси И Чак Шумер Пришли В Белый дом Договариваться Вести Переговоры По поводу Будущего Закона Законодательства Строительства Облучения Инфраструктуры Наших Дорог Аэропортов Мостов Чего угодно И Пелоси Начала С того Что Господин Президент Простите Сказать Ковер Отказался Выходить Всяких документов Естественно Демократические СМИ Сегодня Дамы и господа Средства Массовой Информации 90% Это Демократические Причем Вот что Интересно Кстати Об этом Написал Прекрасную Книжку Я еще Не читал Ее заказал Но я уже Слышал Марк Левин Значит До Не до сих пор На протяжении Десятилетий В газетах Ну и на радио На телевидении Существовало Разделение Есть Новости Журналисты С новостями А есть Журналисты Опинен Высказывают Своё мнение Скажем Моя программа Она Я высказываю Своё мнение Под тем Или иным Вопросом Это не Новостийная Программа Но с некоторых Пор Это уже Давно Это началось Не сейчас Не при Обаме Не при Буше Это уже Практикуется Демократами По крайней мере Несколько Десятилетий Во всяком случае Когда я приехал В Соединённые Штаты Это уже Практиковалось Журналисты Которые Рассказывают Или пишут О новостях Они превращаются Когда они Пишут Или говорят В авторов Которые Высказывают Своё мнение Это Абсолютное Нарушение Правил Неписанных Правил Неписанных Правил Американской Журналистики Есть новости Есть опиниен Есть мнение Поэтому Мы прекрасно знаем Вы открываете Редакционную Страницу Газеты Нью-Йорк Таймс Любой газете Любой Идёт редакционная Колонка Потом идут Письма А потом Есть авторы Которые Высказывают Своё мнение Окей У автора Может быть Любое Мы с ними Не согласны Но первые Страницы Начало Большое число Страниц Это должно быть Должны быть Новости Не опиниен Новости Но когда я Сегодня Открываю Газету Нью-Йорк Таймс Я уже На первой же Странице Где начинаются Новости Сталкиваюсь С тем Что авторы Не только Выдают Новости Но уже Называются Комментариями Новостей Это Нарушение Всего И вы Совершенно Правы Что бы Не сделал Трамп Это даже Будет В новостях Подываться Так Как он Такой Плохой Секой Никто Они Журналисты Новостей Будут Заниматься Комментариями Не доносить Нам новости А комментировать Их Конечно Что бы Не сказал Трамп Это будет Плохо Что бы Не сказала Пелоси Чак Шумер Это хорошо И это Правильно Мы к этому Должны Просто Привыкнуть Ну и Воспринимать Это как Само собой Разумеющееся Потому что В нынешней ситуации Иного просто Напросто Быть не может Ну я вам скажу Еще такую вещь Я абсолютно Согласен Допустим С Трампом С его советниками Потому что Я уверен Что у него Достаточно Толковые советники В том Что Ну вот Как-то Первые два года Пока Шли Вот эти Разные Расследования Или Учхан Как хотите Так называйте Трамп Всячески Пытался Как-то Все-таки Работать С демократами Сейчас Я так понимаю Что ему Действительно Не то что Надоело Он просто Понял Эту Абсолютную Ну Ненужность И Сейчас Он Чисто Делает Так Как он Поступает Как Так Считает Нужным И так Как Это Должно Быть Сегодня Идти На Уступки Демократам Уже Просто Ну Нет смысла Поэтому Только не надо Забывать Что В первые Два Года Трампа Республиканцы Контролировали И сенат И палату Представителей Мы знаем Там были Антитрамписты Невер Трамп Не всегда Не соглашались Это уже другое дело Но обе палаты Находились Под контролем Однопартийцев Трампа Когда Демократы Пришли К власти В палате Представителей Они С самого Начала Дали Понять Что Ни о каком Сотрудничестве Речи Быть не может И потом Какое Сотрудничество Если Речь идет О сотрудничестве То То Что Будет Достигнуто Благодаря Сотрудничеству Это В какой-то Мере И заслуга Президента Трампа Демократы Не хотят Давать Трампу Какие-то Козыри Перед Выборами 2020 Года Никакого Сотрудничества Никакой Помощи Трампу В хоть В чем-либо Вот поэтому Именно я и считаю Что вот то Что сегодня Произошло С их походом Я имею в виду Нейн Сенчак В Белый дом Это была просто Чистая ловушка Которая Они прекрасно Понимали Что они Никому Слово Не дадут На секунду Никакой Победы Трамп Это поднимал Точно Так же И поэтому Он Он решил Что по-любому Его все равно Смешают Сами понимаете С чем Поэтому По крайней мере Давать себе Прошу прощения Класть на голову Он просто Не позволяет И слава богу Что он Это делает Хотя конечно Было бы неплохо Если бы Ну хоть какие-то Шаги к улучшению Были предприняты Со стороны демократов Я имею в виду Ну Я думаю Я думаю Что даже Если бы Началось Сотрудничество Между Республиканцами Трампом И демократами Я имею в виду Палаты представителей Законодательстве О строительстве Структуры То Наверняка Бы это Законодательство До 2020 Года Не состоялось Закона Бы не было Потому что Недва ли Не любое Предложение Трампа Республиканцев Для этого Закона Встречалось бы В штыки И было бы Опрокинута Палатой Представителей В которых Торжествуют В которых Правят демократы Кстати Они рискуют Они здорово Здорово Демократы рискуют Потому что На выборах В прошлом году На промежуточных выборах Во многих Во многих Округах Во многих Избирательных Округах Где были Республиканцы Где победили Демократы Они победили В основном Потому что У них была Как бы Позитивная Программа Программа Я не знаю Там связанная С иммиграцией Программа Связанная Со здравоохранением Позитивная И если Никакого Позитивного Результата Вообще Не будет То Республиканцы В этих Округах Которые будут Противостоять Нынешним Депутатам Демократам Они будут Говорить Избирателям Вот вы Провалили нас А избрали А избрали Демократов Ничего Путного Не произошло Поэтому То что Делает Нэнси Пелоси И Шумер Это связано С определенным Риском Для демократической Партией Вы знаете Интересно Я сегодня Кстати Пока я ехал Вот сюда В студию Я подумал О такой Вещи Ну вот Нэнси Пелоси Явно Видно Что она Опасается Вот этих Новоиспеченных Представителей В палате Типа Акасия Кортес Ну и так далее И подобное Но интересно Получается Так что Ведь Вот эти люди Даже если Они Сегодня Не изберутся Если они Завтра Не изберутся Ведь Вот это То Что нас Ожидает Ну скажем Через 15-20 лет Это те Как раз Кандидаты Будущие В президенты Которые Нас ожидают То есть Акасия Кортес Плаиб Амар Ну и Им подобное Вот представляете Какая у нас Такая Винусная Перспектива Мне столько лет Что я не Заглядываю Через 10-15 Понимаете Ну я думаю Наших детях Внуках Да Вот и я Пошли разговоры Что Это самая Комсомолка Акасия Кортес Мы называем Комсомолкой Что она Может Противостоять Либо На выборах В сенат Шумеру Либо Выставить Свою Кандидатуру В мэры Нью-Йорка Вместо Нынешнего Мэра Который Рвется В президенты И конечно Он не будет Кандидатом Демократической Партии В президенты И я уже Слышал Такой Интересный Комментарий Что Демократы В конгрессе В палате Представители Сенат Отцы Большие Которые По много лет Там Они до такой Степени Напуганы Вот этой Дамой Комсомолкой Кортес Что они С удовольствием Отправили Быть мэром Нью-Йорка Но только Чтобы она Не портила Атмосферу В Вашингтоне Вот такой Комментарий Я уже Слышал Я вам скажу Не в обиду Нашим друзьям Из Нью-Йорка Будет сказано Но я Честно Даже Помолился Бы по этому Поводу Так что Лишь бы Она не попала Куда-нибудь Выше Чем там Где она Стоит Алексей Давайте Примем еще Один звонок Добрый день Вы в эфире Добрый день Алло Говорите Пожалуйста Я вас слушаю Добрый день Не дождался Радиослушатель Перезвоните Пожалуйста Так что Да Акасия Я вам скажу Честно Я даже не знаю Поменяется Или что-то В офисе Мэра Нью-Йорка Если Поменяют Деблазио На Кортес Я думаю Это одно и то же Ну да Есть разница В возрасте Потом он такой Здоровый мужик Там по 2 метра Она такая Хрупкая Женщина Где-то Наверное 5 футов Я не знаю 5 дюймов А может быть 5 футов 7 дюймов Но не выше На каблуках Их мировоззрение Соспадает Хотя они Как бы И политики Из двух Разных Поколений Ну Он был Сторонником И остается Коммунистов Этих Сандинистов Некарагуа Он дружен Был дружен Сиделем Кастер И сейчас Поддерживает Кубинский режим Это комсомолка Она так же Она поддерживает Кубинский режим Она поддерживает Нынешнего Социалиста Который Правит В Венесуэле Так что Они идеологически Очень близки А поскольку Нью-Йорк Это вотчина Демократической партии То я совершенно Не удивлюсь Если это комсомолка Не дожит еще До возраста Коммунистки То есть до возраста Когда можно быть Избранным В Президентом По конституции 35 лет А комсомолке По моему Только 29 29 Она вот эти годы Которые До коммунистического возраста Она здорово Может управлять Либеральным Нью-Йорком Я совершенно не удивлюсь Чем она хуже Чем деблазия Как говорил Мой покойный дед Они два сапога Туфли Давайте примем Еще один звонок Добрый день Говорите пожалуйста Добрый день Еще раз Не очень Твердая информация Но вроде бы В рамках всего Всей палаты Представителей Демократы Собираются обсуждать Импичмент Трампа Да Известно что ли По этому поводу И какой результат Бои Спасибо Спасибо Сегодня мы У нас среда В понедельник Позавчера Я думаю вам Это рассказывали В новостях Было совещание За закрытыми дверями В кабинете Пелоси Но политика Журналисты Политика Это Продемократический Совершенно Сайт такой Они разузнали Что там шла речь Между сторонниками И противниками Импичмента И пока что Если им верить Нэнси Пелоси Победила Она считает Что импичмента Быть не должно Процесс Импичмента Не надо начинать Но то что Произошло сегодня Вы совершенно правы Может подтолкнуть Их к началу Процесса Импичмента Кстати на эту тему Я буду говорить Через неделю Но эти люди Забывают Только об одном Для того Чтобы удалить Президента Из Белого дома Мало импичмента Палаты Представителей Нужно решение Суда Сената Причем В Сенате Должны поддержать Удаление Президента Не менее Двух третей Голосов В Сенате В котором Сегодня Республиканцам Принадлежит Большинство Это совершенно Безнадежно Поэтому Затевать Процесс Импичмента Прекрасно Понимая Что Трамп Останется В Белом доме Кстати То же самое Произошло С Клинтоном Палаты Представителей Подвергла Его импичменту Он остался В Белом доме Потому что Сенат Решил Что он должен Оставаться В Белом доме То же самое Произойдет С Трампом То есть Это опять Таки Это будет Шоу Рассчитанное Исключительно На демократическую Партию На избиратели Демократов Вопрос Как отнесутся К этому шоу Независимые Избиратели Независимые Ни демократы Ни республиканцы Ни республиканцы Нэнси Пелоси Прекрасно Понимает Импичмент Процедура Импичмента Связана С определенным Риском Для ее партии Но опять-таки Она находится Под давлением Дамы и господа Мистер Сайтер Это Биллионер Из Сан-Франциско Он в преддверии Перед Промежуточными Выборами Потратил В течение Нескольких Месяцев Миллионы Долларов На импичмент Трампа Миллионы Долларов База Демократической Партии Настаивает На импичменте Как долго Госпожа Пелоси Будет Противиться Я не знаю Может быть Действительно Она решит Начать Процесс Импичмента Который Ни к чему Не проведет Кроме того Что палата Представителей Подвергнет Трампа Импичменту Но Рискуют Демократы Первогодки Которые У которых Первый срок В палате Представителей Они могут Погореть На выборах 2020 года Потому что Если будет Процесс Импичмента Им придется Голосовать Своей партии Как Отнесутся К этому Избирателю Конечно Плюс еще Демократы Представители В палате Представителей Которые Идут На Перевыборы В двадцатом Году В штатах В которых Выиграл Трамп Это тоже Не только В штатах А в округах Которые В округах Да В округах Это тоже Огромный Домократ Меч над ними Но вы знаете Мне кажется Что они Сегодня Настолько В безвыходном Им больше Не чем Идти На выборы И они Настолько В таком Безвыходном Положении Что они Скажут так Хотите Нате вам Подавитесь И все Таки Проведут Эту процедуру Импичмент В палате Представителей А там Будь что Будет У них Другого Выхода Нет Это Мое Опять же Личное Мнение Так что Алексей Дорогой Спасибо Вам Огромное За Беседу За Ваш Рассказ Время Подходит К концу Поэтому Я вам Хочу Пожелать Здоровья Хочу Вам пожелать Творческих Успехов И услышимся На следующей Неделе Я надеюсь Оля пожелайте Мне Чтобы В следующую Среду Арсенал Выиграл Кубок Европы Дай бог Ой Я себе Это желаю Тоже Кстати Так что Будем болеть Вместе Будьте Здоровы Всего Будьте Здоровы